Всем привет, это АТСО ТВ, с вами Евгений Овчаренко и Елена Баркалова. Сегодня мы в Москве в нашем центральном офисе на Старопетровском проезде. И как всегда расскажем вам о главных событиях нашей компании. На телеканале Саратов 24 прошла премьера двухсерийного фильма о совместной образовательной программе Нурникель АТСО и Саратовского государственного университета. С 2019 года на базе университета и саратовского подразделения АТСО реализуется программа профессиональной переподготовки и обеспечения экономической и финансовой деятельности предприятия. Документальный фильм подробно рассказывает об истории создания образовательной программы и ее результатах за два с половиной года. Мы продолжаем работать над новыми интересными программами обучения и надеемся на наше дальнейшее сотрудничество с ВУЗом, в котором мы можем не просто обучать студентов, но и повышать квалификацию уже работающих специалистов нашей компании. В Москве прошла международная конференция общей центра обслуживания лучшей практики трансформации, организованная компанией Браво Бизнес Форумс. В программе мероприятия сразу два доклада было от Нурникель АТСО о нашем проекте никелизации и в целом о трансформации общего центра обслуживания. Помимо этого мы еще успели провести референс-визит для международной компании PepsiCo. Коллеги с удовольствием изучили наши подходы по управлению изменениями и вовлечению заинтересованных лиц. А еще в этом месяце делегация нашей компании посетила ключевое событие горно-металлургической отрасли – форум Майнекс Россия 2021. Внимание всем пользователям корпоративных мобильных номеров! Согласно требованию регулятора, до конца ноября всем корпоративным абонентам необходимо подтвердить свои персональные данные на портале госуслуги. Я, кстати, уже подтвердила. Лена, а как это сделать? Сначала нужно зайти в личный кабинет на сайте МТС и подтвердить свои данные. После этого придет СВС-уведомление от портала госуслуги. Нужно зайти на портал и подтвердить использование корпоративного номера. Интерактивной платформе никелизации исполняется один год. Неужели всего год? А мне кажется, что она всегда была с нами. Ведь мы успели сказать друг другу спасибо бесчисленное количество раз, подарить коллегам бейджи, поздравить с днем рождения и сделать покупки в магазине подарков. Да, никелизация действительно сплотила нашу команду по-новому, несмотря на расстояние и работу на удаленке. Кстати, проект продолжает активно развиваться и предлагать пользователям все новые возможности. В этом месяце запущен раздел лестницы добрых дел, где каждый сотрудник может увидеть добрые дела коллег, вдохновиться и сделать добрые дела сам или в команде единовышленников, а потом рассказать о нем на платформе. А теперь новости спорта. В сочинском санатории Заполярье прошел корпоративный турнир Норникеля по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 13 команд, рекордное число. Среди них была и наша команда из Саратова. Впервые на турнире работали судьи из Ассоциации мини-футбола России. Трансляция серии плей-офф шла в прямом эфире, а комментировал игр профессиональный комментатор в Матч ТВ. Наши спортсмены призовых мест не заняли, но выступили достойно, забив на турнире 8 мячей. То ли еще будет. Волонтеры от СОП приняли участие в первом международном эко-саммите «Сибирская перспектива», организованном при поддержке Норникеля. Мероприятие прошло на территории парка «Красноярские столбы». Помимо официальной части мероприятия коллеги благоустроили парк, покрасили лавочки и ограждения на смотровой площадке фан-парка «Бобровый лог», а также уложили плиточные покрытия. На сегодня все. С вами были Елена Баркалова и Евгения Овчаренко. Следите за нашими выпусками. Возможно, следующий эфир будет из вашего города. Кстати, напишите нам в комментариях под видео, какой город, по вашему мнению, будет следующим. А нам пора. До новых встреч. Пока-пока.